Здравствуйте! Это интервью дня. С вами Яна Аксенова. В рамках открытых новостей мы работаем в Змейногорском районе. На модернизацию системы ЖКХ в районе выделили 205 миллионов рублей из краевого бюджета. На что пойдут эти средства, говорим сегодня с заместителем главы администрации района по оперативным вопросам Валерием Павловичем Удалкиным. Здравствуйте, Валерий Павлович. Здравствуйте. Вообще в Змейногорске сколько сейчас функционируют котельных и в каком они состоянии? В настоящее время теплоснабжение в городе Змейногорске и Змейногорском районе осуществляет 23 котельных. 14 котельных в Змейногорске и 9 в районе. В каком состоянии? Состояние котельных находится, вернее состояние, ну как, неплохое, но существует объективная необходимость капитального ремонта котельных и теплосетей. Поэтому для подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года распоряжением правительства Алтайского края Змейногорскому району выделено 205 миллионов 500 тысяч рублей, которые пойдут. 130 миллионов на объединение 6 котельных в городе Змейногорске. На базе 10-й котельной будет установлена модульная котельная, которая реконструкция теплосетей и котельных затронет где-то 1500 человек, 2 садика и 15 административных... Да, для жителей Змейногорска. 16-17 котельное объединение будет. Ну и 52 миллиона пойдут на капитальный ремонт теплосетей тоже в городе Змейногорске. Говорите про объединение котельных, а что вот оно дает, каким образом улучшится ситуация? Ну, во-первых, котельные эксплуатируются с 70-х годов прошлого века. То есть прошло уже больше 40 лет эксплуатации, износ оборудования 80% и реконструкция котельных, модернизация котельного оборудования, она позволит нам улучшить качество, предоставляемых услуг населению, уменьшить теплопотери. И так как мы сокращаем в центральной части города, выбираем 6 котельных, то это оздоровит еще и экологическую ситуацию. Когда начнется сам процесс капитального ремонта и как он будет происходить? В данный момент проектно-смертная документация находится в ценообразовании в краевом. К концу этой недели ценообразование должно проверить все. И к 20-му числу, я так думаю, что начнется процесс ремонта тепловых сетей и объединения котельных в городе Змейногорске. Да, в этом месте. А вот в районе как в целом можно оценить систему ЖКХ? А может быть какие-то есть проблемы? Ну, они есть наверняка, вот какие озвучите и как они решаются? Ну, как я уже сказал ранее, в районе 9 у нас котельных. Самая мощная большая котельная у нас в Барановке. И годы ввода эксплуатации аналогичные, 74-й год. То есть морально устаревшее оборудование, морально не устаревшее, а срок эксплуатации тепловых сетей подходит к концу. Есть проблемы с котельной Барановской, есть проблемы с котельной в поселке Гольцовка по тепловым сетям. Но есть договоренность с краевым правительством, с институтом, что во вторую очередь, вот после объединения котельных, краевые власти нам помогут также в реконструкции котельных районных. А вот в связи с износом оборудования, как Вы сказали, какие возникают проблемы у жителей? То есть жители как на себе ощущают вот это вот? Ну, это напрямую зависит. Но когда 40 лет, если по-простому говорить, труба железная лежит в земле, первая проблема это коррозийный свищ, то есть порывы, это перерывы в теплоснабжении, тем самым для жителей все это обворачивается нарушением температурного режима. Давайте напомним жителям, вот что они должны сделать, вот в свою очередь для подготовки к отопительному сезону. Ну, так как Зминогурский район относится к климатическим зонам, где довольно холодные, не прохладные, а холодные зимы. И после окончания отопительного сезона, в принципе, абоненты, они должны сразу начать подготовку к следующему отопительному сезону. Прежде всего это в своих домах, в квартирах. Если это жители многоквартирных домов, да, и эти дома не обслуживаются ТСЖ или управляющими компаниями, они должны утеплить окна, двери, чердачные, потолочные потолки, там все это самое, проверить. При необходимости промыть или заменить приборы отопления, речь идет о радиаторах отопления, то есть подготовка к отопительному сезону – это целый такой комплекс, который требует не только от властей подготовки, но и от теплооснабжающей организации, от управляющих компаний и от самих жителей. Равенные власти при подготовке к отопительному сезону, там проверяется готовность многоквартирных домов, абонентов, до 15 сентября мы должны проверить всех абонентов, которые пользуются услугами теплооснабжения, и к 15 сентябрю выдать паспорт готовности. То есть при подготовке и прохождении отопительного сезона почему-то вопросы всегда возникают к органам местного соуправления, хотя я считаю, что здесь как-то вот сами жители тоже должны готовиться к этим отопительным сезонам. Баланс сил такой соблюдать нужно, да? Да. Валерий Павлович, насколько я понимаю, имеющееся количество котельных не было рассчитано на количество объектов, которые есть в районе изначально. вот это можете как-то пояснить? Еще изначально при строительстве в советское время, что вы рассказывали при подготовке. Да, да. Вот существовала, например, какая-то организация, она еще в прошлом веке, в 20-м, построила котельную. Для нужд организации, для работников подключили там административное здание 2-3 дома. Потом постепенно к этой котельной начали подключаться другие абоненты, хотя эта котельная не рассчитана ни по гидравлике, ни по мощности абонентов. Вот отсюда тоже проблемы идут эти. Поэтому было принято решение, что по модернизации, по капитальному ремонту, по объединению этих котельных. Этих организаций уже давно нет, в принципе. И вот сложности тоже есть в этом. Валерий Павлович, а как часто жители обращаются с жалобами на проблемы в связи с некачественными услугами по теплоснабжению? Ну, естественно, каждый отопительный сезон, он чем-то отличается, выделяется. Если брать отопительный сезон 17-18-го годов, большое количество жалоб было по низкому температурному режиму. Но здесь объективно надо отметить, что в прошедшем сезоне была проблема с реализацией угля, так как мы находимся в южной зоне и всегда пользовались услугами Каражиринского месторождения, Казахстан, которая почему-то вот в том сезоне отказала нам поставлять уголь. Я не знаю, по каким там причинам разбирались там. Были не то, что перебои, но по качеству угля были проблемы. В результате этого жители жаловались. Были и, естественно, и какие-то порывы на теплотрассы. Ну, в принципе, нормативное время, которое мы устраняли эти порывы, мы складывались в нормативное время, и отопительный сезон, ну, не было допущено случая в разморозке системы отопления, как было в нескольких районах края, где выводился ЧАЭС. Валерий Павлович, спасибо большое вам за беседу, спасибо, что пришли. О модернизации системы ЖКХ в Змеиногорском районе мы говорили с заместителем главы администрации района по оперативным вопросам Валерием Павловичем Удалкиным. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok